С вами Доктор Кострик. Подписывайтесь на медицинский канал Доктор Кострик. На канале уже более 200 видео. Канал постоянно пополняется новыми видеоматериалами. На медицинскую тематику формируется своего рода видеоэнциклопедия, на которой вы обязательно найдете ответы на ваши вопросы. Всегда учитываем ваши пожелания в комментариях. А лучшая награда за наш труд – ваши лайки. Чтобы не пропустить выход новых видео, жмите на колокольчик. Тема сегодняшней нашей встречи – боль под правым ребром. Причины. Хотя боль под правым ребром никогда не бывает случайной, это не значит, что она всегда является причиной серьезного заболевания. Это может быть просто признаком травмы или колик. Однако бывают случаи, когда боль под правым ребром является симптомом серьезного заболевания. Как отличить боли? Давайте поговорим о наиболее распространенных причинах и способах борьбы с болью. Боль под правым ребром может иметь разный источник, поэтому при сохранении и или ухудшении симптомов следует немедленно обратиться к доктору, который поставит правильный диагноз и, конечно же, назначит соответствующее лечение. Под ребрами с правой стороны находятся такие органы, как почки, кишечник, поджелудочная железа, желчный пузырь и печень, патологии которых могут вызывать давление в этой области. Кроме того, боль под правым ребром возникает после чрезмерной физической нагрузки. Не всегда нужно вызывать скорую помощь, но обратиться к врачу, конечно же, стоит, особенно если улучшения нет. Боль под правым ребром может быть вызвана желчной коликой. Чаще всего неприятное давление возникает после еды, в которой преобладают жирные и жареные продукты. При этом боль может ирадиировать в спину и под правую лопатку. Кроме того, могут беспокоить рвота, диарея. Болезнь желчного пузыря является неожиданной причиной боли под правым ребром. Хотя поначалу это может быть неощутимо. Пациент ни в коем случае не должен игнорировать это. При проблемах с желчным пузырем боль может распространяться на правую руку. Дополнительные симптомы, такие как тошнота или учащение пульса, также вызывают тревогу. При диагностике абдоминальных жалоб, среди прочего, помогает поставить диагноз ультразвуковое исследование. Для этого нужно обратиться к доктору. Траумы являются частой причиной давления на ребра. Боль может появиться сразу или через несколько часов или даже дней после аварии. Ее нельзя игнорировать. В этом случае диагноз должен ставить также врач, который назначит рентгенобследование. Не забывайте, что травмы случаются у физически активных людей. Поэтому не следует забывать разминаться перед тренировкой. Если у вас болит под правым ребром, в первую очередь обратитесь к доктору общей практики. Боль под правым ребром и камню в почках. При нефролитиазе боль под правым ребром может появиться при достижении конкрементами размеров более 5 мм. В этом случае мочеточник закупоривается физиологией. Камни в почках удаляются лазером. Процедура безболезненна. Подозрение на камни в почках поможет исключить анализ крови и мочи. Очень простой анализ, не требующий никаких затрат, но очень информативный для постановки диагноза. Наиболее частая причина боли под правым ребром – проблемы с печенью. Острая боль может свидетельствовать о серьезной инфекции или так называемой воспалительной реакции, которую нельзя игнорировать ни при каких обстоятельствах. То же самое относится и к раку печени. Помимо болей в области правого ребра появляется тошнота, а также темная моча. Также стоит контролировать вес. Если он начал резко падать, то даже целесообразнее как можно скорее обратиться к доктору. Воспаление реберного хряща также может вызывать сильную боль в ребрах. Помимо дискомфорта в этой области вы также можете испытывать боль в горле. Также заметны повышенная температура и хроническая усталость. Воспаление реберного хряща может быть вызвано чрезмерными физическими нагрузками или проблемами с дыхательными путями. Синдром раздраженного кишечника и еще одна причина болей, но и не единственная. Поэтому стоит проверить нет ли еще других симптомов таких как острая диарея, сладкообразные боли в животе или запоры. В этом случае нужно уделить особое внимание рациону, в который должен входить легко усвояемые продукты. Боль под правом ребром и панкреатит. Панкреатит это очень серьезное заболевание, способное даже убить пациента. По этой причине визит к доктору очень необходим. Особенно при появлении других симптомов, таких как лихорадка, покраснение лица, сильная жажда, боль в животе. Самая простая диагностика этого заболевания – анализ мочи на диастазу, ультразвуковое исследование. Беременные также могут жаловаться на боль под правым ребром. Это связано с изменениями, происходящими в организме будущей мамы. Обычно боли проходят после рождения ребенка. Но если вы продолжаете испытывать дискомфорт, не игнорируйте эти симптомы и обратитесь к доктору. Надеюсь, информация была полезна для вас. Пишите в комментариях, была ли полезная информация для вас. И будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До новых встреч!